Можно ли как-то там свапать героев или репикать? Каба говорили, что можно, мы так всегда делали. Собственно, Virtus.pro не знают, у них еще рандома не было. Но в итоге... В итоге что? В итоге Айсберг говорит, если что вам нужно, мы можем и РМК сделать. Вроде как РМК у нас пока не будет. И что ж, мы видим драфты. Давайте с ними и знакомимся. Afterlife, вторую игру подряд будет играть на Эмбери. Fly, на Visage, украл у Лила. Каблак на Тичесе. О мой бог, Айсберг, Фантом Ассасим. Рамзес на андайинге. Вот такой вот пул героев у Team Spirit. Ну и давайте переходим к Virtus.pro. Будет играть за Dyer. God на лайфстиллере, в ПНГ. Мирана, Фобос, Бивер, Сален, Джекернаут, Лил Сейч на Баунти Хандри. Вот это драфты, вот это пики. Класс. Очень похоже на то, что я вижу каждую свою игру в соло рейтинге. Прям очень похоже до боли. Просто до боли. Сердцу кровью обливается, когда вот так вот. Ивер, Найк, Джекернаут в одном пике. Все ставят на легкую линию. Фармите, боже. То же самое сейчас и в Virtus.pro. Как будут расставлять они линии, я не знаю. Но мы это увидим. Мы увидим совсем скоро. Ну и также напомню, дорогие друзья, что если вдруг у нас во второй карте сейчас ребята из Team Spirit выиграют, то у нас будет третья карта на моде... Сейчас скажу, каком. Рандом драфт, там, на RD моде. Вот так вот. Ну, эта карта может быть и последний случай, если у нас все-таки ребята из Virtus.pro. Ладно, разбегаются по линиям. Кто куда, давайте смотреть. Автолайф на Ember Spirit идет вниз. Silent на Харду, на Джаггерет. Ну, в принципе, такое на просцене периодически практиковалось. Найксон на Миду я не помню уже очень-очень-очень много лет. Вот. Но он будет здесь ставить против Phantom Assassin. Phantom Assassin кратки за это покачал и Блюр себе, чтобы сурки не пробивали особо. Неплохо. Ну, Лилл будет бегать, понятное дело, румить. Будет у нас в ФНГ самый лесной, семи-лесной семи-суппорт Мираны, которая будет давать стрелы в крипов. Эти новые стрелы в новом апдейте, которые сразу же убивают нового нейтрала, в общем-то, большого. Можно подфармить, можно пытаться как-то эмидеру помогать. Ну, сейчас выходит Лилл, Рейдж, Айсберг пытается пробить, стрела уходит в никуда, Айсберг. Надо отойти на безопасную дистанцию, да, на максимальный рейндж противника, уходит и сразу же замазывает себя с помощью Хеллинг Сал. Жить будет. Ну и на топе. Минер, который уже ставит очень много лэндмайнс. Вместе с Рамзесом на линии стоят против Вивера от Фобоса. Ну так, не слишком приятно для Вивера, потому что всегда есть вероятность наткнуться на парочку лэндмайнс и просто взорваться. Ну, я думаю, Фобос здесь как-то, как-то должен будет видеть, следить за перемещением Минера и при этом не только себе информацию давать, но и давать информацию своей команде. Ну, мало ли, какая-то Мирана захочет как-то подсаппортить, например, прийти сюда и стрелу дать. Можно вот здесь вот погибнуть. Ну что, интересно, каблак опытный или Минер, или нет? Такой вопрос. Не думаю, что он часто пробовал в героях паблик-играх, тем более, конечно, просто неявно не тренировал. Но так случилось, что вот ему Минер выпал. Что поделать? Мод такой. Играть придется. Так, ну и Флай. Флай пытается снизу помочь как-то Эмберу. Ну, он как вымогает, так еще пытается делать какие-то пулы, зарабатывает себе денег. В принципе, ровненько. Так, вот настрадался Салент. Ага. Такая интересная раскачка у Салент. Он играет через Blade Fury и через Blade Dance. То есть он реально рассчитывал размениваться по HP, судя по всему. Плохая идея на харде. Значит, не качает как-то хилинг вард. Стараются его использовать. Захиливать себя после того, как там с Эмберспиритом поточковался. Он сказать, то вынужден Салент идти на базу вообще подхиливаться. Иначе никак. Миди на что-то тут намечается. Приходит Лил. ВНГ все пытается как-то стрелой добрацта Айсберга. Но Айсберг пока хорошую позиционку держит. Не высовывается, не подставляется. На стрелу не идет. А вот на Лилу и подлил и подставил. Вот здесь стрела залетает мимо. Айсберг просто блинканулся в сторону габлака. А тут габлака. Ребята, сейчас взорвусь. Сейчас лопну. Так. Пока не лопается. Ставит ландмайн. Не очень удачный. Клипов подрывает. Лил идет до конца за Айсбергом. Айсберг 43 хп. Блинка-то нет. Взрывается минер. Не добивает Лила. Стрела залетает в Айсберга вплотную. Пытается Лилу идти. Айсберг лоу хп 47. Лил разворачивается, разворачивается не хочет, потому что погибнет. И ладно, одну точку еще пережил. Стрелл 7 мисс. И на развороте с удара с Джанадой приговаривает портретку и делает First Blood. Вот такое. У нас начало. Ну что ж. Довольно интригующе было. Пол шанс сделать ФБ и спиритами. Но немножко не хватило урона. Но в итоге снова начинает начинает Virtus.pro. В общем, очень полезно сделать First Blood именно на Bounty Hunter. Потому что зарабатывает сразу много денег. Левел, что-то тоже очень важно. Познаем, насколько хорош становится Bounty Hunter с получения треков. Вот есть у него сапог, плейдсфатак, левел 5. 30,5 даже. Все отлично. Все очень даже неплохо. Так, ну вот тут что у нас? Ну, Эмбер, да, прогнать, если не получается, Сален через вторую крутилку катает. Вот стики, есть ретангуйска, правда, в принципе, есть чем откушиваться. Этим и занимается. Ну, вообще, на крайних линиях все спокойно. У нас только на мите какой-то экшен был. А вот Лил уже пошел смещаться на нижнюю линию. Здесь будет давать спейс какой-то, может попытаться кого-то забирать. Ну, кстати, вот очень неплохо было бы убить Эмбер Спирита, пока он не опал себе ЛВ6. Очень неплохо. Пытается подмазать тебя с помощью Clarity Potion. Лил может сбить, но там стрела, стрела во флая и, да, принимаются убивать флая. Ну, раз стрела и попала в ФНГ, значит, надо убивать. Все верно. Ну, и сразу же круг совершил ФНГ, круг почета. Поставил вард, забочил возможность сделать отводы виседжем. Ну, и сейчас нужно попытаться, может быть, на стрелу посадить Эмбера. Бэд Фьюри. Пытаются прогнать и стрелу на ход. Очень качественный Эрол. Отлично сыгранный. В общем-то, очередной килл для Веркус Про. В карте все получается убер здорово. Просто шикарно. Не сказать, чтобы прям 100% ФНГ попадал всеми стрелами. Все-таки в миде пару раз промазал, но вот на нижней линии все удалось. Все получилось. Два точечных фрага. Убили виседжем, убили Эмбера. Ну, такой неплохой буст для того же Санит, например. Покупает себе фейсбут, уже левел пятый. Это Лил. Лил. Вновь продолжается путешествие по территории противника. Ну, вообще, всегда, когда есть пики, да, ну, неважно, на каком моде Баунти Хантер, всегда хочется наблюдать именно за ним, потому что он стоит основной спейс, основной экшен на карте. Он добивает курьеров, он гангает, в общем-то. Ну, и вот у Лила пока получается это неплохо делать. В случае из трех фрагов, которые были совершены на карте, как раз-таки в трех поучаствовал бы. Мы видим уже три героя у Тим Спирит. Плохой издакт, на самом деле. Вот в той карте тоже у них старт не пошел, и у них там три-четыре персонажа на миде потом ходило. К чему это привело, вы видели. С другой стороны, оставлять на Резверзане айсберга не хотят. Страшно очень. Не страшно. Пентворца мы видим в топовые места занимают игроки ВП. Хотя, в принципе, не такой уж и большой разрыв, но тем не менее. Флай. Гоняет ФНГ, управляет руку куда подальше. Сален тоже появляется у меня слэш, опасен. Опасен. Головыми руками не взять. Тут надо применять магию какую-то. Какую магию тут? Тут фамильяра нужна. Застанец как-то потом и чайны дать, и чтобы этого урона хватило его убить. Так, тут все время Флайя поспокойно убивает, а Сален открывает его критом. Флайф. Так, ну, Лайф тут тоже на ремонтах пытался сделать цветный килл, но Лил проспятал 7вис. А просветок нет. Давайте посмотрим на инвентари. А нет просветок. Играют без дастов, играют без Сентриков, практически, ребята, из Team Spirit. Обратите внимание, ни одного Сентрика, а вот, чей Сентрик нет. Даже Сентрик не их, по-моему. Да, лол, даже Сентрик здесь ВП стоит. Ни одного Сентрика на карте, ни одного Сентрика в инвентарях, то есть против Лилы играть не хотят. Дают возможность Баунти Хантеру просто делать все, что он хочет. Вот как от ПНГ здесь у нас загангать Рамзеса, не попал стрелой, зато бывает ломб Майнс. Угу. Так, Фобус у нас переместился что-то с топ-линией на мид. Джаггер снизу снова с Лилой расправляется с Эмбером. Ну, как-то вот, как-то, конечно, не идет игра у Team Spirit вообще. Стрела хорошая, в айсберга, айсберг, то будет ли жить? Ну, будет жить. Тамблер работает, промахидит, хобус пытается найти противника, а он не знал, что на хайграунде делает ТП. Март Ред, так, наверное, добежал до конца. Может быть, с шикучами добил. Ну, и атака на Каблака, Каблак успевает взорваться, там стрела слишком маленький стан давал, потому что притыкла, заюзно. Не топили. Ну, и успел суицидиться с Каблака. Тебе, конечно, неприятно, в Таверну пришлось отправляться. Но теперь, снова Автолайфа пытаются убить Автолайф. Морозно. Что-то начинает по трекам умирать, ребята, из-за тем Spirit плохой знак. Они заставили на растерзание Эмберспирит одного против раскачанного Салента и вот этого запущенного Лила на Баунти Хантере. И-и-и-и-и-и-и-и. Прямо вот Эмберспирит сейчас кричит, я думаю. Башню сил света на нижней линии гнева. Ну, такой себе суппортник просто имспирит получается тем минерам. Не понятно, как вообще своим тиммейтам на линии помогать. Проставит минки, но эти минки даже вопо не ощущают. Да, это пробит айсбергов. Флай. Ну... Стоит признать, в общем-то, Флай не лю. Мисседжи не так круто получается исполнить и таки погибает. Ну, есть, конечно, подозрение о том, что у Лил на Visage просто какие-то читы активируются автоматически, там, я не знаю, плюс 50% урона от Сола Самшина, плюс там еще сколько-то процентов от замедления от Греф Чилла, Фамильяр Рэндж появляется лучше, садятся, в общем-то, и больше стан дают, я не знаю. Но почему-то у других игроков на Visage так не получается, не знаю почему. Ну что ж, 7-0. Второй карте, на 10-й минуте. Теперь там срочно нужно сделать килл. Такой разгрузочный легкий килл, который немножко поднимет мораль. Будем его делать. Ну, давайте посмотрим. Пока Лил идет за 8-м фрагом. Знает, что там Каблак немножко побит и пытается его поймать, подрезать. Не вышла. Тогда можно айсберга корчить. Айсберга сложно, он был левел 6-й уже. Ну, сам на развороте можете неприятного ставить. Пока все более-менее, кстати говоря, у Ондайнга. Вот, если посмотреть, Рамзес у нас не умирал, фрагов, конечно, не делал. Слово, единственные в своей команде держат цифру 0 в отметках смерти. Аркады будут со себе на фарме, левел 8-й. Без томбы играет вообще, обратите внимание. Дикейм 4, Солритм 4. Еще томбы, томбы. Да слабаков так, Теренинс пытается Флайв поймать, а в Теренинс инвиз нашел. Жив. Так, а что он будет делать? Флемгард ждет, когда откатится. Там уже треки на айсберга, стрела залетает, как будто бить надо, а Фобоса. Чинами подвязали, но таймлэп Сьюзайд сразу же уходит. Пришел сюда Флай, и Виртус Про пытаются отойти. Треки развешиваются, Год просто делает тэп-аут. Релиз в исполнении Мираны, ну и вот Мирана погибла, кстати говоря, вот он тот самый Рамзес. Первый фраг из своей команды сделал, неплохо. Но Лил, тем временем, добивает Солом Артретку с помощью Ширикентоса, поставляет треки и уходит. А мы протрекаем, и здесь три героя. Как на ладони. Пыли. Уже не попадают. Вообще, конечно, сейчас, я так понимаю, особо Вижн-то и не дают эти треки. То есть только этого героя подсвечен, на котором трек висит. Не шибко круто. Барабанчики уже появляются, тем временем, у Баунти Хантера. Статовый, уже такой плотный, быстрый, что самое главное, неловимый пока для Team Spirit. Это, наверное, не самое обидное. Сталент, как и антимаг, как раскачивают через Perseverence. А дальше с выходом в БФ. Так, и вот за габлачком пошел Фобос. Он тут, конечно, дремонит атака. Вынужден взрываться, значит, он просто погиб. И за флайм дальше идет Фобос. Да, ну, флайм погибает. По трекам, кстати говоря, Фобос ищетай, таймлэпс уходит. Автолайф на ремнантах идет. Пытался Лил накрыть, но Лил аккуратненько спрятался в кусты. И ушел он. И жив. А Салент приходит все время, привет, Автолайф. Сомни Слэша, Автолайф отзабирает. И будет Фьюри дальше на Рамзеса. Будет сейчас трек. Ну, Рамзес плотный, 1200 хп, так просто не заберешь. Это два тп сразу же делают. Ребята, и Team Spirit пытаются догнать этого Салента. Но Фобос здесь, еще и Баунти Хантер, и разбудят разные стороны. И не знают, куда идти Team Spirit, за кем гнаться. Такие ни за кем вообще не погнались. И просто вчетвером будут находиться на беду. В то время как на топе фармит Готт, снизу фармит ФНГ, в лесах фармит Салент. Ну, в общем-то, полный, полный порядок у Virtus.Pro в этой карте. Ровно так же, как у них был полный порядок в карте под номером 1. Ничего не дается сделать. Ну, вот если, например, конечно, Миньора закрыть, еще пик такой хороший получает с Team Spirit. Да, я бы даже сказал, ЦМ на пик. Нет, конечно, немножечко ситуацию порт. Расклад весь. Ну, и с ним тоже можно было играть. Ну, слишком плохо отставили линии Team Spirit. Уже поигрываю 10 тысяч. 14 минут игры позади. По экспиренс тоже в минусе на 6. Фобос у нас тут. Такое-то интересное у него айтем билд. Обратите внимание, все на статэ. Так, вилла, прейсер, купил себе кольцо, чтобы жить. Виталити взял себе, чтобы побольше хп было. Ну, такой вот сложно убиваемый визер. Не подорвать, не взорвать, не убить, не подрезать. Ну, это автолайфа. Пытается убить. Четыре раза уже огорчили в этой карте автолайфа. Ну, и вот надо аккуратнее как-то играть. Есть вроде ремнант. Ну, и вот туда вот уходит куда-то. Дальше еще один ремнант нужно сделать. И еще ремнант. И просто болить. ПНГ. Стрела уже в фулдауне, поэтому нечем сцепить. Все равно неприятно, конечно, все время тратить ремнант на то, чтобы просто-напросто уйти от противника. Уйти от погони, не для того, чтобы сделать килл. Сейчас у него, да, все ремнанты закончились. Не стоит под Тир-2, и все-таки крипы к нему сами придут. Код все время на топе. Армед включенный, ПТ тоже имеется. Пытается снести Тир-1 Тавер на топе. Глиф его тут. Пока останавливает, но ненадолго. Глиф заканчивается, и Код продолжает бить Тавер. Флай поменьшать ничем не может. Слай-левел пятый на пятнадцатой минуте. Нет до сих пор фамильяров, вообще непонятно, когда не появится. А там, теориенем, прикварили анданго. С башней сил сломба, но тонба первая, ее быстро сносит. Смертоносен саленд. В той игре он был, Бенкотлайк, по-моему. Спел наклепать 10 фрагов. Тут у нас лил продолжает носиться. Центральные линии атакуют. Так, это серьезно, что ли? У нас пытается лилу фармить себе... Вейл оф дискард? Или что это у меня такое за запак? Интересно. На флайтере нападает. Флай. Да, лилу шестой пока не получает. И очередная смерть. Ну, что самое неприятное для этим спирит, то, что все эти смерти под треками. Это вообще грусть. ФНГ. На исходной позиции. Видит прекрасный с габлака и габлак. Вовремя уходит из-под слой. Силы света укрепили свои сражения. Ну, такая тыла, прям. Сверла прилетела. Думает, что здесь не так. Надо какой-то вард поставить с интеришника, то... Тут вот эти мираны бегают со спины, стрелы выдают. Культурно получается. Так, ну и вейру уходит. Так, убил себе ванкуард. Полный порядок, конечно. Сейчас его сурки особо-то не пробить. А супершикарной магии у Тим Спирит тоже нет. На самом деле, тем временем, Тир-2 снизу съетает. Вейла в Дискорд таки покупает себе Баунти Кантер. Можно прям таких Шурикен Тоса разбрасывать под Вейлом. Побахать. Башню сил света на нижнем. Ну, кстати говоря, помимо Шурикен Тоса, здесь с магией есть Мирановский. Это это Старшторм, Стрелла Асама тоже магический урон. Особенно, магии, конечно, немного, но тем не менее, есть. Что-то. Что-то туда есть. Не самый, кстати говоря, дефолтный такой айтем для Баунти Хантера. Я, честно, не часто вижу, что покупали именно Вейл. Посмотрите, сколько всего он дает. 6 к тому, к этому, к сему и этому тоже. 18 к интеллекту. Почему бы нет? Так, Автолайф. Стрелу бы не нарваться. Автолайф! Вы нарвался-таки на стрелу. Вот приходит. Рейдж начинает. Слушайте, Автолайф успеет ли у Тинерин Нант уходит? Жив. Пам, Стелла Рафф догоняет, но 180 хп осталось. Да, но оказался плотненьким. Таким, конечно, не загрыз его код. Но вот сейчас у него появляется Дизоль, и в следующий раз такая махинация уже с Ренантами не прокатится у Эмбера. За Дизоль, конечно, код будет считать очень быстро. Так, снова у нас кто-то здесь умирает. На айсберга нападают. Височи в таверне. Ставятся ремоут майнс. В общем, довольно палевно они ставятся. ВП наверняка видели. Треки, 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 треки. Шурикены. Один паунтихантер просто загоняет под тир-2 уже всю команду противника. У вас айсберга пытается накрыть. Снова в бейл. И надо бы тост какой-то дать. То есть, тост похоронный, нет? Не в кого дать. Если б можно было в каком-то рядом стоящего героя, чтобы отразился тост, было бы круто. Башню сил света на центральной линии атакуют. Да, кстати, тут правильно говорят, что возможно баунтихантер еще в этой игре Даргон тебя выформит. И потом вот будет давать свой прокаст. Стоя настоящий прокаст. Под треком дать вейл и закинуть та Шурикентос. Плюс, так вот, желательный левел пятого, чтобы потом просто взорвать противника. Ну и так он еще нужно нафармить. Да, ребята, пока у нас тут ничего интересного не происходит. Virtus.fab продолжает просто завоевывать все больше и больше преимуществ в отношении к противнику. А Team Spirit терпит. Напомню, что финал этого турнира всего будет сыгран завтра. Встретится в нем, ребята, из Hellraiser's против победителя этого матча. Драка там будет довольно интересная с форматом Best of 3. Опять же, три разных мода будут сыграны в случае, если три карты будут сыграны. Вот, так что ожидайте. Старт будет, я понимаю, в то же время, насколько и сегодня стартовали. 22 в Москве. Вот, поэтому имейте ввиду. Да, ну и судя по текущим разгадам, потому что происходит данную секунду, где-то умирают Team Spirit на разных участках карты, а пишут, что в КГ все-таки Virtus.pro завтра будут играть против Hellraiser в 2-3 в финале этого турнира. Да, сегодня Team Spirit были несколько сломлены с битым стриком от команды Печеньки от Кукис в рамках турнира БТС-ЮУ. С бухты-барахты влетели в этот турнир играть полуфинал. Моды какие-то непонятные, нужно срочно тыговать против ВП. Как-то две карты совсем уж не получились у Team Spirit. Ну, бывает такое, не всегда же побеждать. С другой стороны, Team Spirit сбросили такой камень с плеч, да, у них теперь нет стрика за спиной. Они теперь могут расслабиться, играть уже нормальную свою доту уже на других турнирах. Ну и в принципе...